Надо перестать жить в депрессии, надо ее преодолеть, победить, заставить себя стать сильнее этого всего. Это уже ответ. Как считаете нужно? Спасибо, Олег Геннадьевич, я поняла. Но все-таки я задам вопрос. У меня вопрос по поводу каста. А конкретно как его проводить и с какого возраста? Можно ли детям? И хотя бы пример, можете в день привести к примеру, как кушать? То есть постимся до обеда дальше, чтобы было понятно. А потом кушайте, как обычно. До обеда пост вообще не требует даже выхода. Просто пьете воду и все. Самый простой пост. Если вы хотите поститься весь день, то тогда надо знать, что правило такое. Во время поста нельзя думать о еде. Надо думать о Боге, о делах любимых. Быть очень сильно занятым и никогда не отвлекаться, не думать о том. Если вы зациклились на еде и как сильно хотите, надо прервать пост и кушать просто. Но если вы можете заставлять, я не хочу кушать, я хочу жить, я хочу всем желать счастья и целый день. Лучше всего научиться до обеда хотя бы поститься, несколько месяцев так делать, несколько раз в неделю до обеда просто не есть. А потом попробовать поститься весь день на воде. На воде пост самый простой, легкий и самый лечебный. Остальные виды посты сложные и не нужно экспериментировать, можно пострадать. Следует знать, что надо также во время поста учитывать свои психические потребности. То есть, если человек, допустим, имеет низкое чувство собственного достоинства или слишком высокое, у него плохое положение в обществе, у него не переваривается пища, у него нет оптимизма в жизни и плохо усваиваются вещества в организме, то тогда пост должен быть в воскресенье. Если у человека нет любви к близким, к родственникам, нет близостей, родственных чувств, нет нарушен сон, не может нормально спать, если он не может расслабиться, если он чувствует, что у него нет тонкого восприятия мира, то ему тогда надо посниться в понедельник. В воскресенье день солнца, понедельник день луны. Сандэй, мундэй, мандэй. Вот, следующий день, вторник, это день, в который человек должен поститься, если у него слабая воля, если он гневается, если у мужчины нет детей, а у женщины выкидыши. Вот, если человек имеет слабый иммунитет, если у него нет храбрости, то тогда он постится во вторник. Во вторник можно также поститься перед операцией, если грозит операция. И делать ее тоже по вторникам надо, только в этот день. Операцию лучше всего делать. Если человек чувствует, что нет гармонии с природой, у него нарушение ритма в сердце, там цикл нарушен, еще что-то нарушен, какие-то ритмы в организме. Если человек не может разговаривать с людьми, заикается, или он устает от разговоров, или хочет быть один, или у него нет друзей, тогда в этом случае надо поститься по средам. Это день Меркурия. Если человек сильно, слабо вдохновляется, в депресснике живет, если у него нет целеустремленности, решимости не хватает, не может рано вставать, не хватает энтузиазма в жизни, тогда пост, четверг, а также, когда нарушен иммунитет и нарушены отношения со старшими. Если человек не чувствует красок жизни, счастья, у него нет сладких отношений в семье и нарушены гормональные функции у мужчин и у женщин, тогда пост в пятницу. А если все хреново в жизни, тогда пост в субботу. Пусть некоторые говорят, а мне вот все вот это вот, тогда что, тогда в субботу. В субботу человек постится, когда у него в жизни непреодолимые трудности. Я вам рассказал все, что нужно знать для пост. Если вы хотите поститься для того, чтобы полюбить Бога, поститесь в религиозные праздники, в вашей вере, а не в какой-то другой. Потому что это будет работать только в вашей вере. А еще по поводу детей, уточните, с какого возраста нужно? Детям не надо поститься. Детям также не надо долго ходить и не надо долго стоять. Детям нужно просто оптимизировать жизнь, чтобы они много двигались в целом, чтобы они обязательно контактировали долго с водой. Это нужно тоже детям. И тогда дети будут здоровы. Нужно, чтобы у них было хорошее настроение, стараться поддерживать у них хорошее настроение. И найти им какую-то секцию, чтобы они двигались. То есть детям нужно просто вырабатываться. То есть много достаточно двигаться. И тогда дети будут здоровы. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ